Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору, и сегодня я расскажу о том, какие вкусные блюда обеденные можно приготовить из творога. Запеченные блины с творожной начинкой. В третье отец возьмите 100 грамм чиничного мути, 1 столовая ложка крахмала, 2 яйца, соль, 250 млитров 1,4 литра молока, 4 столовая ложка растительного масла, топленое масло. Теперь будем готовить тесто. Для этого пшеничную муку вместе с крахмалом просечь через сито в миску. В середине сделать углубление. Яйца взбить вместе с солью. Молоком часть этой смеси варить в углубление, сделанное в муте. Начинай с середины перемешать в массу и смесь из молока и яиц. Молокомая, прибавляя остальную смесь молока и яиц. И растительное масло, не допуская образования комочком. До теста поставить около 30 минут. Топленое масло разогреть сковородец в ручке, надеть в нее тонкий суть теста, обжать блин с обеих сторон до золотистого желтого цвета. Перед тем как перернуть блин, нужно добавить на сковородку немного масса. А сольные блины приготовить таким же образом. Для начинки возьмем 2 яйца, 100 грамм сахара, 2 упаковки ванильного сахара, 1 упаковку 200 грамм творога, 50 грамм перебранного гуизюма, 125 мл молока, 2 яйца. Яйца взбить вместе с сахаром и двумя упаковками ванильного сахара. Взбить пену, прибавить творог, изюм, перемешать, нанести начинку на блин. Свернуть их флоретики, положить их в один слой, смазанную жиром термостойкую форму. Молоко взбить вместе с двумя яйцами. По этой смесью блины, форму поставить на решетку и придете на нагретую духовку. Электропиталку 225 градусов, газовый приталку 4. Забегать нужно около 30 минут. Блин и просеянную сахарную пудру сразу подать на стол. Омлет с творогом. Перед вами омлет с творогом и сейчас я расскажу о том, как его приготовить. Возьмите, где упаковьте, по 200 грамм обезжиренного творога, 3 желтка, 400 ложки просеянной пшеничной мути, пол чайной ложки соли, 3 белка, 200 ложки сливочного масла. Толк хорошо перемешать с желтками, мукой, солью, 3 белка, взбить крутую пену, ввести в творожную массу. Сливочную массу растопить, положить туда же творожную массу слоем толщиной 1 сантиметр. Обжать с обеих сторон до золотистого желтого цвета. Затем разогнать омлет при помощи двух вилок на мелкие кусочки. Эти кусочки хорошо зажать при перемешивании. При необходимости прибавить еще немного сливочного масла. Омлет посыпать просеянной сахарной пудрой и сразу подать на стол. Омлет упадать компот из слив. С вами была Анна, администратор сайта Винтерфору. До свидания, до новых встреч!